Вот представьте ситуацию такую. Летит самолет, да? На этом самолете вдруг музыканты, которые сели, музыканты, целая семья, там даже маленькие есть, маленькие музыкантики, там родители, все вместе летят в самолете, целая семья, там 6 или 7 музыкантов. Вдруг достаются музыкальные инструменты, и они превращаются в пулемет. И говорят всем, стоять, лежать, сейчас будем расстреливать, самолет разворачивается и летит. Это первый теракт в России произошел. Овечка. А? Я овечка. Ага. Вот. И вот представьте себе, девушка, ну да, девушка, которая любит людей. Вот она любит людей, стюардессу. Надя. Вот. Вот. Я эту девушку знаю. Вот эта девушка, которая любит людей, она, у нее лучезарные глаза, она верит в человеческую любовь, в чистоту. Она не просто осталась жива в этом самолете, она спасла жизни многим людям просто благодаря тому, что она договорилась с этими, ну, человеческими улодами. Понимаете? Договорилась с ними. Они там, правда, положили, поубивали полусамолета, правда. Там почти весь вот этот вот летный персонал. Но эту девушку они оставили живой, и даже не ранили ее, ничего с ней не сделали. Хотя сами они потом поубивали друг друга еще. И даже маленького ребенка, который там с ним летел. Родители своих, всех. То есть они так договорились, что если они не смогут, как бы, улететь, тогда они ни себе, ни людям, так сказать. Так вот, мои дорогие друзья, ее жизнь спасло ее чувство собственного достоинства. А в частности, любовь к людям. Она просто обладала такой силой, верой в человеческие качества. И даже в этих людях, которые готовы были всех поубивать, глядя на нее, просыпались человеческие качества. И поэтому они ее убивать не хотели. То же самое происходит, когда святой человек попадает в клетку с тигром. У него такая любовь к душе, вообще к душе, что тигр, он не хочет его есть. Но ему нравится вот этот святой человек тигру. Понимаете, тигр смотрит на этого святого человека, и примерно какие у тигра чувства в сердце возникают. Вот тигр смотрит на этого святого человека, у него броня огромная, тигр что делает с человеком? Он ему вцеляет или страх, или злобу в сердце. Если он увидит в глазах или страх, или злобу, он сразу же нападает на этого человека и пытается его порвать. Или любое другое животное, не имеет значения. У тигра нет страха вообще. Он не боится, он просто, он боится только боли. Когда ему шкуру порвут, тогда он убегает. Вот, он только боли боится, а так он ничего не боится. Кто угодно перед ним будет, тигр или лев, такие животные. Очень сильная психика, то есть на победу настроена. Когда он видит святого человека и смотрит своим таким взглядом смерти, то святой человек не видит этот взгляд смерти. Он на полной любви к людям, понимаете? У него огромная сила, эта любовь. Она пробивает этого тигра насквозь. И доходит до самого сердца. И входит в сердце с тигра. И там разливается. И тигр смотрит на этого святого человека. И о чем он думает? Ну, примерно вот так вот он думает. Мне нравятся красивые сердца. От них исходит очень много цвета. Купаешься в любви их без конца. И сам переполняешься при этом. Ну, тигр думает. И щедро они делятся с тобой Избытком неподдельного участия И всей своей сердечной теплотой Иметь таких друзей большое счастье Мне нравится, что можно быть с собой Доверчивой и не играть в слова Мне лечать слова Быть радостней, смеяться над собой Смеяться над собою вместе с вами И хочется так часто быть слепой Гошитком, промахом, намеренно не видя Молиться с постоянством добротой Когда друг другом нечаянно обидит Спасибо вам по сердцем и рукой За то, что вы меня не знали Сами так любите За внутренний покой За то, что полагаетесь на Бога Что выбрали со мной одну дорогу За веру и любви пример глубокий Мне нравятся красивые сердца Мне нравится красивый становиться с вами Вот так тигр думает, когда смотрит на святого человека Потому что тигра нет, есть только душа Понимаете? Это все внешне Душа, когда человек пробивает внешние вот эти оболочки Она становится душой Нам не хватает только силы Любви к людям Тогда силы не хватает, чтобы пробить душу Даже очень напряженного человека Который ничего не видит, не слышит Нужна просто сила и все Всегда не хватает силы Эта сила идет от человеческой доброты От людей добрых Человеческая доброта это энергия Бога Это не человеческая энергия И когда мы служим людям Мы наполняемся этой силой Которая препятствия все разрушает в жизни